Привет, студент! Снова открываю для тебя мир студенчества, ведь в эфире универнию. С тобой Аскар Галимов. Полетели! Откуда берутся умные дети? Сказка о приключениях маленького моля приобщила малышей к науке. Второй по порядку, но не по значению. В Казани открыли памятник Мусе Джалилю. Ремесло или творчество? Из-за коведы двух стран освоят синхронный перевод. В Казани состоялось открытие еще одного памятника писателю Героя Советского Союза Мусе Джалилю. О важности и значимости этого события расскажет Анна Глазунова. 17 октября состоялось открытие памятника Мусе Джалилю. Церемония открытия бюста поэту Героя прошла в ректорском садике в дворе Казанского федерального университета. С приветственным словом на открытие выступил председатель Государственного совета Республики Татарстан Фарид Мухаммедшин. Пусть это местом станет единение, дружба не только студентов Казанского университета, но и наших гостей в Казани и Республике Татарстан с большим праздничным событием. А ректор Кафульша Адгафуров объяснил, почему бюст открывается именно здесь и рассказал о том, какое отношение имел Мусе Джалилю к Казанскому университету. Дело в том, что он учился на РАФАКе, педагогическом институте. А все, что связано сегодня с новой историей нашего университета, это история всех тех шести образовательных учреждений, которые влились в Федеральный Казанский университет. Среди гостей присутствовала и дочь Муса Джалиля Чулпан Залилова. Она неоднократно подчеркнула о важности и ценности этого события. Мой отец очень любил жизнь и очень любил молодежь. И то, что молодежь будет видеть и почитать этот памятник, это огромное счастье для всей нашей семьи. Очень символично, что в этом году отмечают 110 лет со дня рождения Муса Джалиля. И в честь такого юбилея был сделан подарок жителям Казани. Памятник был установлен благодаря Казанскому федеральному университету, Всероссийскому государственному университету юстиции и руководителю проекту Аллея Славы Михаила Сердякова. В конце церемонии все гости возложили цветы к памятнику. Анна Глузнова, Роман Самарин, Руслан Урозаев, Ленардо Влесьяров, Универ Ньюз. Уже давно китайский язык стал частью жизни многих российских студентов. Однако каждый начинающий языковед обязательно сталкивается с трудностями синхронного перевода. Как решить проблему, знает Аделя Шамилова. Смотрим. Казанский университет продолжает налаживать сотрудничество с разными вузами по всему миру. На сегодняшний день КФУ пользуется особой популярностью в Китае. Именно поэтому смог вызвать неподдельный интерес у второго пекинского университета иностранных языков. Целью визита представителей страны Поднебесной стало не только ознакомление со старейшим вузом России, но и подписание договора сотрудничества с КФУ. На основе этого договора будет возможно многое. Например, осуществить программу обмена студентами и преподавателями, а после получить двойной диплом магистратуры. Стоит отметить, что к данному проекту университеты шли достаточно долго. Направить работу двух вузов в нужное русло помогли позитивные отклики иностранных студентов. И теперь можно не сомневаться, что направление синхронного перевода будет динамично развиваться одновременно во Втором Пекинском университете иностранных языков и в Казанском федеральном университете. Что наверняка привлечет еще больше младых языковедов по всему миру. Аделя Шамилова, Андрей Багаудинов, Универньюз. О чем рассказывает Всемирная сеть сегодня, предлагаю узнать в нашей традиционной рубрике Вебньюз. С 17 по 19 октября в КФУ проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Державенские чтения». В число участников вошли видные российские теоретики и практики и респруденции, правоведы, филологи, представители органов государственной власти и местного самоуправления. В Уинституте геологии и нефтегазовых технологий запускают программу переподготовки иностранцев, желающих открыть свой бизнес в России. Программа переподготовки подразумевает изучение законодательства Российской Федерации, административных и многих других тонкостей, важных на этапе запуска бизнеса. Рубин одержал победу над крыльями Советов, набрав 12 очков. Рубин поднялся на 9 место. В Казани нашли пушечное ядро. Находка весом 5 килограмм, когда-то использовалась для стрельбы из дулинзарядной пушки. Угрозы историческая находка не представляла и была эвакуирована сотрудниками МВД. В набережных Челнах стартовал прием заявок на участие в городском этапе республиканской премии «Студент года-2016». Заявки принимаются в молодежном центре НУР до 5 ноября. На конференции TEDx в Казани учили обманывать детектора лжи и достигать цели в путешествии. Конференцию планируют сделать регулярно и вернуться в Казань через год. В Национальном музее Республики Татарстан заработала выставка «Гроза-12» года, посвященная Отечественной войне 1812 года. Экспозиция представляет уникальные материалы, связанные с историческим ходом сражений, героизмов офицеров, солдат и ополченцев. Интерактивная сказка-лекция «Приключения маленького моля» прозвучала для юных жителей города под руководством преподавателя КФУ, который рассказал и показал им на опытах основы химии. Как это было, смотри в нашем следующем сюжете. Когда-то Ломанасу сказал, изучение химии имеет двоякую цель. Одна — усовершенствование естественных наук, другая — умножение жизненных благ. Так, 16 октября в здании Музея естественной истории Татарстана пришло научное шоу. Увлекательное путешествие в мир химии для детей и их родителей вместе с маленьким молем и доцентом Казанского федерального университета Аркадием Курамшиным. Научное шоу — это интерактивная программа. Она включает в себя демонстрацию различных интересных научных явлений, их доступное объяснение, а также помогает помочь осознать место науки в обществе. Участники интерактивной научной программы задумываются о том, что привычные вещества, процессы и явления, с которыми они сталкиваются, каждый день стали доступны благодаря достижениям так называемых естественных наук. На этой программе мы не только проводим какие-то интересные яркие химические эксперименты, но и узнаем, в честь кого названы улицы Бутлерова, Зинина, Арбузова. Ведь не секрет, что мы каждый день ходим по ним и никогда не задумываемся, что же это были за люди такие и что они такого сделали замечательного, что в их честь назвали улицы. Химия занимает одно из почетных мест среди других наук. Ведь она обеспечивает их веществами, материалами и современными технологиями и вместе с тем использует достижения математики, физики, биологии, экологии для собственного дальнейшего развития. Она помогает понять окружающий мир, определить в нем наше место и обеспечить устойчивое развитие человечества. Поколение — это восприятие науки, перестало быть отчасти восприятием чего-то магического, и чтобы они поняли, что это может сделать любой человек. Когда чудо становится, когда чудо объясняется, оно может быть перестает быть столь чудесным, но он открывает такие новые вопросы, по которым мы дальше начинаем двигаться. Естественные науки помогают окунуть ребенка в этот загадочный и еще не освоенный мир. Позволяют провести время ребенку не просто весело, но и с пользой. Вместе с ребенком даже родители узнают что-то новое. Причем о тех вещах, с которыми сталкиваются каждый день в повседневных делах. Попали на это шоу, очень давно собирались и пришли со всем большим семейством. Дети довольные, было интересно, опыты увлекательные. Видно, что всем понравилось, не испугались и главное, что не скучали. Я узнал, что можно из разных веществ делать другие цвета. Если с водой смешать два порошка и смешать эти вещества, то будет фиолетовый цвет. Наука для ребенка может стать очень хорошим увлечением, которое, возможно, будет полезно для него в будущем. Он всегда будет заинтересован в процессах и явлениях, которые происходят вокруг него. Диана Шилова, Роман Самарин, Универ Ньюз. Детский университет открыл новый учебный сезон. На этот раз юные студенты познакомились с работой актеров театра и кино и узнали о закулисной жизни артистов. Подробности далее. Воскресное утро 16 октября в Елабужском институте КФУ вновь зазвучали детские голоса. Здесь прошло торжественное открытие нового учебного года детского университета. С открытием нового образовательного сезона юных слушателей поздравил заместитель директора по научной деятельности Елабужского института КФУ Владислав Виноградов. Поздравляю вас с тем, что сегодня вы стали студентами и магистрами намного раньше других, примерив для себя вот это вот имя. Достаточно высокое имя, студент и магистр, и вы можете этим с сегодняшнего дня гордиться. В этот день ребята и их родители ждала увлекательная программа. Познавательное шоу «Дом для волшебных представлений» представил особый гость праздника – Набережно-Челнинский государственный театр «Кукол». Артисты рассказали о том, кто работает в театре, как создаются маски и многое-многое другое. Меня привела моя зима Лена. Я хочу порисовать, решать примеры, писать тексты. Мой самый любимый предмет – это история. Я хочу узнать на истории, как люди жили в древних временах и как они ловили мамонтов. Знакомство с детским университетом продолжилось на лекциях. В этот раз ребята узнали, как стать олимпийскими чемпионами. Надо отметить, занятия в детском университете нравятся не только детям, но и их родителям. «Ребенок должен состоронне развиваться, и поэтому такие университеты, которые проводятся в вашем Елабужском университете, очень интересны, увлекательны. Мне бы хотелось, чтобы и физически развивали, и какие-то, наверное, занятия проводили более интеллектуальные. Логическое мышление хотелось, чтобы развивалось у ребенка». Увидеть школьников в аудиториях и лабораториях Елабужского института – привычное дело. Ведь стать студентом, не окончив и начальной школы, возможно, благодаря проекту «Детский университет», который в этом году празднует свое пятилетие. «В этом году вся тематика лекции прошла конкурсный отбор. То есть самые интересные темы только прошли для наших юных студентов. Все занятия у нас ориентированы профильно. То есть есть блок математический, есть блок экономический, правовой блок есть. И, конечно же, там уже дети будут заниматься в подгруппах». Двери детского университета будут открыты раз в месяц по воскресеньям. Следующее занятие состоится 23 октября. Динара Алмагомбетова, Денис Сипайлов, пресс-служба Елабужского института КФУ. Специально для Универньюз. В КФУ состоялся концерт, посвященный 125-летию со дня рождения Сергея Прокофьева. На месте событий побывала и наша съемочная группа. Смотрим. В легендарном актовом зале КФУ прошел концерт, посвященный творчеству Сергея Прокофьева. Его исполнила профессор Московской консерватории и виртуозная скрипачка Ирина Бачкова. Репертуар вечера был выбран не случайно. Напомним, 23 апреля исполнилось 125 лет со дня рождения одного из наиболее значимых композиторов 20 века. А текущий год был объявлен годом Сергея Прокофьева. Зрителями стали как и люди старших поколений, так и студенты. Среди слушателей были и ученики Ирины Бачковой. Всемирно известные заслуженные деятели искусств и лауреаты международных конкурсов. К примеру, художественный руководитель и главный дирижер Казанского камерного оркестра «Ла Примавера» Устам Абязов. Я, во-первых, могу сказать, что играет сегодня мой профессор. Я учился у Ирины Васильевны в Московской консерватории. Когда она играет в Казани, естественно, я считаю своим долгом прийти на эти концерты. Но не только долгом, я просто прихожу получить удовольствие, потому что она совершенно гениальная скрипачка. Отметим, что живые концерты в академическом зале не так уж и редки. Их задача – оживить и приобщить молодое поколение классики. Регина Файзольна, Руслан Урозаев, Универ Ньюз. Съемочная группа «Универс Матри» побывала на торжественном мероприятии посвящения в лицеисты Казанского IT-лицея. Как прошел праздничный концерт, узнаем далее. В КФУ традиционно отметили посвящение в лицеисты. Актовый зал Уникса в этот вечер был переполнен. На трогательную церемонию пришли не только лицеисты единственного в Татарстане IT-лицея, но и их близкие друзья-преподаватели. Как признали сами ребята, они готовились целый месяц, усердно работали над движениями со своими преподавателями, продумывали программу праздника. На посвящении я уже второй раз, и каждый раз я испытываю какую-то дрожь. Это очень страшно, когда ты выходишь на сцену, и все страхи пропадают. Это действительно очень нечто поразительное. Ты ждешь этого момента, и это очаровывает. Сжигательные танцы, сценки, песни на разных языках, в том числе на испанском и итальянском, всем этим ребята порадовали зрителей. Еще и собрали кубик Рубика за минуту с закрытыми глазами. Принимали участие в концерте лицеисты, как самые маленькие и новоприбывшие, так и выпускники и известные участники университетских торжеств. И даже сами преподаватели. К слову, в IT-лицее преподают разные учителя. Например, робот Ева, самый беспристрастный и эрудированный педагог, которая тоже приняла участие в концерте и поприветствовала всех собравшихся. Мне очень понравилось это выступление, потому что мы долго готовились, много трудились, и, наконец, это случилось. Мы лицеисты, я очень рада. Самое главное, это хорошее настроение, которое дети подарили родителям, родители, которые передали нам, и уже мы, учителя, то, что будем вкладывать уже в самих детей. Закончилось это знаменательное событие традиционным селфи всех участников на сцене и исполнением гимна IT-лицея. Ганю Ивана Арина, Довлетьяров Ленар, Универ Ньюс. Игра забывается, а результат остается в истории. Футбольная команда «Мотор Академия» впервые вышла на всероссийский уровень и уже сразу показала блестящий результат в первой группе турнира Национальной студенческой футбольной лиги. Подробности игры в нашем сюжете. 15 октября на стадионе Поволжской Государственной Академии физической культуры, спорта и туризма состоялась церемония открытия первого турнира Национальной студенческой футбольной лиги сезона. В нем приняли участие команды из Санкт-Петербургского Государственного политехнического университета Петра Великого, Московского педагогического государственного университета и Чувашского государственного педагогического университета. Футбольная команда «Хозяев поля» «Мотор Академия» впервые вышла на всероссийский уровень. Участников первой группы турнира лично поприветствовали почетные гости. Нам большая честь, что второй спортивный университет Академия, который участвует в наших соревнованиях, как Павловская государственная академия физической культуры, спорта и туризма, сегодня стартует также в наших соревнованиях. Добро пожаловать в лигу, а вам, ребята, бескомпромиссной борьбы, и пусть победит сильнейший. Спорт есть спорт, игра есть игра, всегда побеждает сильнейший, много факторов разных. Конечно, мы спортивный вуз, поэтому мы настроены, конечно, всегда выигрывать, но всякие обстоятельства бывают. И важно, чтобы ребята, в том числе и с проигрышей, делали правильные выводы, чтобы потом двигаться дальше, учитывая уже ошибки. Искренние пожелания, танцевальные номера группы поддержки, болельщики за своих спортсменов дали уверенность и настрой на победу футболистов по Волжской академии. Болеть за своих, за ребят, чтобы они победили, чтобы они чувствовали нашу поддержку. Гордимся ими, они очень сильные. Несмотря на статус новичка, с первого матча казанские спортсмены показали лучшие результаты среди команд других городов. Никакой холод не помешал игрокам, так они обыграли в сухую Чебоксаре со счетом 5-0. Конечно, приятно выиграть первую игру дома при своих болельщиках, поддержке. Было волнение, мандраж, мы не справились. В следующих двух матчах, которые проходили 16 и 17 октября, футболисты по Волжской академии в упорной борьбе с москвичами и петербуржцами одержали свою победу. Первый этап турнира НСФЛ для спортивного вуза Казани успешно пройден. Всегда побеждает сильнейший. Елизавета Евтифеева, Ленарда Влетьяров, Универньюз. А на сегодня это все. Наслаждайся каждым моментом осени и не болей. С тобой был Оскар Галимов. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!